Ну, уважаемые коллеги, мы все являемся свидетелями очень бурного развития фармакоиндустрии, появления новых препаратов, новых мишеней и так далее. И несмотря на то, что с 2005 года в нашем арсенале, кроме первого препарата сарафениба, появилось уже целый ряд препаратов с доказанной эффективностью у больных раком почки, мы, к сожалению, не достигли желаемого результата. Несмотря на то, что каждый последующий препарат, казалось бы, должен был обладать большей селективностью, большей эффективностью, меньшей токсичностью, ничего подобного не произошло, что я попытаюсь вам показать и доказать. При выборе препарата первой линии, что мы должны в первую очередь учитывать? Ну, конечно же, эффективность препарата, переносимость препарата, наличие тех или иных нежелательных явлений, токсичности, стоимость препарата тоже имеет значение, особенно для России, и его доступность. Если посмотреть уже на сегодняшний день, мы имеем достаточное количество сравнительных, как мы говорим, прямых сравнительных исследований, где два таргетных препарата сравнивались между собой, либо в первой линии терапии, либо в второй линии терапии, то на сегодняшний день мы можем сказать, что если взять наиболее три распространенных препарата, сунитениб, позапониб, сарафениб, гибитеротирозинкиназ, то если мы посмотрим на выживаемость без прогрессирования при исследовании этих препаратов в первой линии терапии, то мы видим, что медиана выживаемости без прогрессирования около 9 месяцев. Если мы к этим исследованиям прибавим еще целый ряд других исследований и посмотрим выживаемость без прогрессирования и медиана общей выживаемости, мы также видим, что плюс-минус очень и очень небольшой. Все препараты оказывают приблизительно одинаковый эффект на опухолевые клетки и медиана выживаемости у больных приблизительно одинаково. Сарафениб, первый препарат, он регистрировался тогда, когда его не с чем было сравнивать, поэтому, конечно же, его сравнивали с тем, что было. На тот момент у нас в арсенале была только иммунотерапия цитокинами, интерфероном альфа и интерлекином-2, поэтому он был зарегистрирован изначально как препарат для второй линии терапии, где и показал свою эффективность. Но последующее, более глубокое, детальное изучение этого препарата говорит о том, что препарат на самом деле мало чем отличается от других ингибиторов тирозинкиназ и может использоваться как в первой, как во второй линии. Но, что самое интересное, он имеет определенные особенности, о которых я хочу сказать. Одно из исследований препарата, который подавал очень большие надежды, Тивазонип, препарат с малой токсичностью, с достаточно высокой эффективностью, и дизайн исследования был построен так, что в первой линии, именно в первой линии Тивазонип сравнивался с сарафенибом, с препаратом, который был зарегистрирован изначально как препарат для второй линии терапии. Если мы посмотрим на кривые выживаемости без прогрессирования, то в группе Тивазонипа несколько лучше, вы видите, была выживаемость без прогрессирования. Однако, показатели общей выживаемости, надо сказать, что в данном исследовании был разрешен переход с сарафениба на Тивазонип, у больных, которые начинали прогрессировать. Тем не менее, если пациенты начинали лечение с сарафениба, то общая выживаемость этих больных была достоверно больше. И вы можете со мной поспорить и сказать, что эти больные переходили в группу Тивазонипа, и поэтому они жили дольше, но тем не менее, FDA не зарегистрировала Тивазонип вообще. И препарат пропал и для нас, и для больных. Хотя препарат достаточно эффективный, потому что он не показал своего преимущества по сравнению с сарафенибом. Еще одно исследование, где сарафениб уже изучался в данном случае во второй линии терапии, сравнивался с другим ингибитором Терозинкина, с эксетинибом, опять же новым препаратом. После терапии различными препаратами, цитокинами, бивоцезумабом, сунетинибом, тамозиролимусом, в первой линии, и затем происходила рандомизация уже на вторую линию сарафениб, аксетиниб. Опять мы видим выживаемость без прогрессирования, несколько лучше на аксетинибе. Но опять же здесь нужно говорить, что это касается не всех подгрупп больных, что в основном преимущество наблюдалось там, где аксетиниб применялся после цитокина. А вот если мы посмотрим общую выживаемость больных, то есть действительно то, что нас интересует, сколько живут наши больные, никакого различия. Никакого различия. И чтобы вам не говорили, что этот препарат лучше, он не лучше. Больные живут ровно столько же, если он назначается во второй линии аксетиниб и сарафениб. Еще одно исследование, где препарат сарафениб сравнился уже с ингибиторами М-Торстом, зеролимусом во второй линии терапии. И надо сказать, что это единственное исследование, где напрямую сравниваются два таргетных препарата, где было получено прямое преимущество в общей выживаемости. В данном случае не было досоверных различий выживаемости без прогрессирования. А вот что касается общей выживаемости, то во второй линии терапии сарафениб достоверно улучшал общую выживаемость по сравнению с зеролимусом. И это исследование было преждевременно прекращено, потому что настолько было очевидно, что сарафениб лучше. Еще одно исследование. Опять же прямое сравнение. Сарафениба и довитениба. Допускалась одна линия антиангенной терапии и одна линия ингибиторов М-Тор. После этого больные анонимизировались на довитениб и сарафениб. И опять мы видим отсутствие различий как выживаемости без прогрессирования, так и общей выживаемости. Но, как я вам сказал, особенность. Особенность сарафениба заключается в том, что, несмотря на, казалось бы, проигрыш выживаемости без прогрессирования, но это такая суррогатная цель нашего лечения, выживаемость без прогрессирования. Конечная цель все-таки это общая выживаемость. Так вот, что касается общей выживаемости, несмотря на некоторые преимущества сунетиниба, например, оксетиниба, сунетиниба в первую, оксетиниба в второй линии в увеличении выживаемости без прогрессирования, выживаемость общая абсолютно не менялась. И это как раз особенность сарафениба. Возможно, препарат создает более благоприятные условия для воздействия уже препарата второй линии, если он назначается в первой линии, поэтому общая выживаемость улучшается. Сложно сказать. Можно провести много параллелей и сравнений, например, как назначение токсанов вместе с гормональной терапией, которая улучшает выживаемость больных метастатическим раком предстательной железы. Одновременное назначение консеркционной терапии и токсанов. Почему больные живут лучше? Оказывается, они живут лучше потому, что токсаны создают условия тогда, когда новые препараты, которые у нас сейчас есть, такие препараты, как инзалутамид, абиротерон, они действуют лучше, если перед этим были назначены токсаны, потому что они переводят слайсинговые варианты рецептора RV7, который создаёт резистентность гормональной терапии, в форму такую, когда рецептор становится чувствительной гормональной терапией. Возможно, и здесь сарафениб влияет как-то на сигнальные пути, на рецепторные аппараты, создаёт более благоприятные условия. Ну вот результаты исследований, которые мы долго ждали, это прямое сравнение с сунетинибом и сарафенибом именно в первой линии терапии. И если мы посмотрим, то по характеру больных пациенты были сбалансированы достаточно хорошо. Выживаемость без прогрессирования, этого следовало ожидать, на сунетинибе несколько лучше, чем на сарафенибе в первой линии. Однако, если мы сравниваем выживаемость без прогрессирования в первой и второй линии вместе, это уже теряет своё значение. Выживаемость одинакова. И общая выживаемость, опять же, достоверно не отличается между двумя препаратами. Что в очередной раз говорит, что сарафениб может быть использован как препарат для первой линии терапии в том числе. Кроме одинаковой эффективности, оказалось, что большая доля больных в исследовании SWITCH, где сравнивался с сунетиниб с сарафенибом, получили последующую терапию, последующие линии терапии, если в первой линии назначался сарафениб. А если в первой линии назначался сунетиниб, то до второй линии доживало только 42% больных, а не 57%, как в случае сарафениба. А мы знаем, что стандарт – это последовательная терапия. И выигрывают именно те больные, которые успевают получить и первую, и вторую, и третью линию терапии. Также оказалось, что в первой линии терапии доля больных с контролем заболевания на фоне сарафенибы и сунетинибы были сравнимы. Однако во второй линии терапии контроль заболевания наблюдали у половины больных, если в первой линии назначали сарафениб, и лишь у третьих больных, если в первой линии назначали сунетиниб. То есть сарафениб обеспечивал лучший последующий контроль во второй линии терапии. Если мы посмотрим, какой процент больных прекратил лечение изотоксичности, то, опять же, здесь не в пользу сунетиниба сравнения. 13% в первой линии сунетиниб больше, чем сарафиниб, и 7% во второй линии, и 4% сарафиниб. Еще одно исследование, результаты которого ожидаются в 2016 году, где в первой линии уже сравнивается сарафиниб с пазапонибом, еще одним препаратом, который одобрен для первой линии терапии метастатического светлоклеточного рака почки. Кроме эффективности, как я сказал, большое значение имеет токсичность, переносимость препаратов. Мы знаем, что большинство таргетных препаратов имеют общие нежелательные побочные явления, такие как слабость, повышение артериального давления, диарею. Есть побочные явления, которые характерны для ингибиторов тирозинки нас, это кожные явления, сыпь, ладонно-подошвенный синдром, мукозиты, нейтропения, анемия. И специфические побочные явления, такие как перфорации желудочно-кишечного тракта, кровотечение, тромбоэмболические осложнения, протеинурии, характерны для комбинации бивоцизумаба с энтерфероном. Поэтому профиль токсичности, конечно же, имеет огромное значение в зависимости в том числе и от сопутствующих заболеваний наших пациентов. Мы знаем, что ингибиторы МТОР вызывают различные метаболические нарушения, такие как гипергликомию, гиперхолестериномию, гиперлипидомию, включая остеонию, и также обладают миелотоксичностью. Для иверолимуса характерным также является наличие пневмонитов, инфекционных осложнений, стоматитов. Это не значит, что все больные испытывают эти осложнения, я не пытаюсь это сказать. Я хочу сказать, что у пациентов, например, с сложным положением с зубами, наверное, иверолимус не нужно назначать, потому что риски стоматитов, естественно, возрастают у этих больных. У позапонива профиль токсичности похож на сунетиниб, но меньше выражена остеония, но больше выражена печёночная недостаточность, соответственно, позапонив, наверное, не стоит назначать пациентам с активным гепатитом и с гепатитом в анамнезе. Если сравнивать побочные явления, ассоциированные с сарафенибом, сунетинибом и тамзиролинсом, то сунетиниб вызывает наибольшее число нежелательных побочных явлений 3-4 степени, с сарафениб наименьший, и тамзиролинс занимает промежуточную позицию. Ну, графическое изображение различных проявлений токсичности, тем не менее, хочу сказать, что практически во всех таких сравнениях сарафениб обладает, наверное, наименьшей токсичностью и лучшей переносимостью по сравнению с другими препаратами. Таким образом, можно сказать, что общая выживаемость на фоне лечения сарафенибом как в первой, так и в последующих линиях не уступает, либо превосходит общую выживаемость на фоне других таргетных препаратов, несмотря на то, что сарафениб изначально был зарегистрирован как препарат для лечения именно во второй линии. Сарафениб обладает одним из лучших профилей переносимости по сравнению с другими таргетными препаратами, что очень важно. И в связи с высокой эффективностью, хорошей переносимостью, он является оправданным средством терапии почечноклеточного рака в первой линии, хоть это и не является стандартами во всех рекомендациях, но во многих рекомендациях, как опция, сарафениб является вариантом лечения первой линии. Спасибо.